здравствуйте дамы и господа любители ножей сегодня я не планирую ничего тестировать показывать как ножи режут строгать пробивать ломать я просто хочу показать несколько новых моделей хотя может быть кто-то скажет ну какие они новые как на одном вот комментарии был один из наших фильмов это все тоже старое во первых хотел бы сказать что любой нож это рукоять и лезвие отличается он между собой сталью и формой поэтому ножи так или иначе друг на друга будут похожи вот нож выпускаем его давно у нас просто не вошел вот в прошлую серию где кадет фартовый вот от серии ножа имеет прямую рукоять то есть можно собирать даже на клееную бересту и имеет такое сушилением классическое лезвие небольшие упорчики нож называется бурлак чему я в отдельно показываю на мой взгляд хотя простой очень удобная форма для любителей среднего размера ножей по крайней мере на мой взгляд удобнее рукоять чем скажем у нашего ножа морал чтобы оценить да этот нож нужно его держать не вот очень удобно вот новая моделька очень интересная модель такая узатенькая рукоять лезвие короче на такое широкой да и немножко такой весь расчет такой толстой рукоятки вот это в руке лежит идеально здесь тоже как и у этого ножа идет большой спуск если зашкуривание очень удобно держать не раз показал и брюшко оба и этот и этот ножи они все-таки это охотничьи на они скажем так придумано в основном для снятия шкуры назвали мы его глухарь хотя что-то ему такое просится вот название такой путь такое плюшевая мирная здесь дамасской сталь естественно заказать его можно в любой сталь начиная от 65 к 13 заканчивая тигельном блат что хочу сказать про дамаск недостаток его то что он ржавеет но в принципе на те деньги это наша работа были разные случаи были даже случаи вот из наших отзывов что один человек одного человека до седьмом зверь нож сел я уже про это же рассказывал я вот как бы не верю но вот он мне сказал обдирали мы ножом из дамаска правильно сделанным два подряд лося островской области убили 3 2 ободрали потом поправили чуть-чуть и ободрали 3 теленка я сделал небольшое скупление из этой серии вот такой нож данный нож вообще сделан из стали 55 х 13 выпускаться будет из любой стали я немножко песню откуда у меня этот нож ручку это я уже переделал вот это было на клинке мне его передали ребята которые бьют очень много зверя и они постоянно им разделывали примерно вот такой же форму рукоять была но рукоять это нож был не моего производства рукоять не со временем лопнула и они меня просили заменить ну я сохранил форму сохранил стиль и рукоять заменил и действительно получился удобный нож но лезвие очень похож на наш универсал немножко отличается рукоять скажем так рыбацкий 2 то есть нож вообще из нашего стиля вообще не выпадает и назвал я его прямо по скажем так так же как его хозяева то есть нож называется браконьер как вы знаете браконьеры это профессиональные охотники можно конечно цепляться к словам говорить что это неэстетично неэтичная но никто так не знает лес как те же браконьеры как вы знаете все 90 процентов всех егерей охраны охранник фугодий это в прошлом бывшие браконьеры потому как почти все охотники если они не начинают охотиться в 40 лет чисто из-за моды они раны ли если начинают охотиться с детства они периодически все равно нарушают охотничий закон потом у них это проходит отвлекся вот такая вот модель нож будет выпускаться тоже в любых скажем так в старых в разных рукоятях я как бы вот суть показываю ну и толщина здесь практически 4 миллиметра даже побольше вот он именно будет такой толстый нож он видимо здесь вот на нем видны зарубки то есть видимо что-то рубили то есть стучали скажем так нож работал хотя стали здесь вот есть маркировка не знаю кто это делал кто-то тоже ребята коллеги наш все опять к 13 ну вот на все на эти ножи естественно вот такой чехол как обычно ну и самое главное чтобы я хотел я бы хотел презентовать вот этот нож модель то как вы видите это якутский нож который мы выпускаем давно ну понятно смысл этого ножа то есть односторонняя заточка насколько он удобный в работе если нож придумал народ народ который живет в тайге в суровых условиях севера он не может быть плохим почему я вот спустя много лет производства этого ножа да хочу сейчас опять к нему вернуться дело в том что вот буквально весной мы презентовали вот этот нож кто за нашим каналом следить его серии для это таежный профессиональный вот данная модель данная модель здесь идет из 95 также мы ее выпустили замысла вот с этим вот чехлом нож на данном этапе имеет очень высокую популярность и это естественно потому что советские охотники этот нож помню выпускаем на данный момент пока эту модель только мы предыдущих видео там кто новичок кому интересно я не буду застряться можете узнать про эту модель повторяться я тоже не буду как и откуда она появилась и вот на этой волне мы решили сделать и куски нож с деревянным чехлом но это не потому что вот мы так захотели у якутов вообще чехлы либо деревянные либо они мне какие там грестяные кожи с деревом но в принципе вот если раньше мы продавали якутский нож в таком чехле ну понятно это побюджетней и вроде бы тоже все так же но скажем так это не совсем традиционно а вот таким образом это вот именно классика ну единственно у них там отрез березы там светлая еще из чего-то дальше что хотел бы сказать вот здесь есть такая прорезь если вот этот нож он вешается на бедро и как бы делается под него специальная петля на брюках две петли я уже показывал то есть он вот за счет этого всовывается дальше не пролетает он носится на бедре а не на ремне то вот этот нож он носится на ремне здесь кожаная веревочка и куты они привязывают он у них в свободном этом это немножко другое ношение ножа да он у них в свободном плавании скажем так для чего ну они там достаточно много на лошадях ездит охотится что при посадке на ту же лошади просто даже сел в тайге у костра чтобы нож не мешал и этот нож мешать не будет но это разный стиль ношения это скажем нож нашего русского севера это якутский какая здесь особенность ель да то есть нож сделан именно нужно сделано по всем правилам то есть во первых здесь значит вставка кожаный идет мы стали ставить и внутри внутри там идет тоже под лезвие выбор то есть он достаточно массивный чехол получается но в общем-то легкий вот такую тоже классическую модель я бы вам тел вы не показать не показал то есть вот эти два ножа я считаю они друг друга стоят кто-то предпочтет классику да кто-то предпочтет северную классику спасибо за внимание смотрите у нас на сайте заказывайте заказать можно данные модели начиная вот от этих моделей и до вот этих из любой стали которая вас интересует с которой мы работаем спасибо до встречи